Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Меня зовут Александр и сегодня я хочу запустить, скажем так, некую другую тему моих роликов. Значит, данная категория роликов будет называться «Смартфоны для людей». То есть, перед вами сейчас три смартфона, которые, скажем так, у нас нет в нашем ассортименте, в постоянном. Нам не возит наш поставщик эти телефоны, и мы можем предложить вам наши услуги безвозмездно. Купить вам смартфон с какой-то китайской площадки, PandaVille, AliExpress и тому подобное. Если вы переживаете, если вы боитесь, если вы не хотите рисковать, вы можете скинуть нам ровно ту сумму денег, которая стоит этот смартфон на этой китайской площадке. Мы вам покажем ссылку, покажем цену и закажем. Сделаем все, что нам нужно, это получить эти смартфоны, сделать на них обзор, ознакомиться с самим, познакомить с этими смартфонами вас, может быть, сделать для себя какие-то выводы и в будущем завозить эти смартфоны для продаж уже массово, так как мы продаем любой другой свой смартфон, который есть у нас на сайте. Итак, хочу начать с того, что заказывая эти смартфоны на PandaVille, с телефонами приходит вот такая вот инструкция интересная. Как вы видите, модели у нас TCL S950 Idol X. Это модель от компании Alcatel. Называется она Alcatel One Touch. Оригинальная, официальная модель. Потом ZTE 987 и ZTE 967 S. По ценам нам обошлось 329 долларов, это обошелся Idol X. 987 модель обошлась 237 долларов. И вот эта вот модель обошлась 136 долларов. Скажу, что обычной почтой отвыкли возить. Очень это все долго. Долго заказывали в одной посылке, наверное, приехало дней за 40. То есть очень долго, очень сейчас загружена почта в Украине. И хочу сделать еще одну оговорку, что мы не работаем под заказ, мы работаем только из наличия. Устали от того геморроя, который могут клеить клиенты, когда заказывают у нас технику под заказ. Все это прошло, все это было. Теперь работаем только из наличия в Украине по факту с товаром. Итак, первая модель. Давайте сделаем распаковку небольшую. Это Idol X. Очень интересная модель. Очень много на форумах писали про этот смартфон. Поставляется он вот в такой вот коробке. Мы получили версию модели 2.16, 2 гига оперативки, 16 встроенных. Ну и, собственно, давайте смотреть, что поставляется в комплекте. Значит, телефон мы заказали желто-черный, передок черный, сам телефон желтый. В комплекте здесь есть USB кабель, зарядка, был переходничок сразу же от Панды. Есть вот такой вот бампер. Гарнитура. Гарнитура, скорее всего, довольно-таки высокого качества, потому что наушники такие специфические, с кнопочкой, КЦЛ. Обязательно в полноценном обзоре затестирую их, расскажу, что это за наушники или гарнитура. Это стандартные какие-то заводские инструкции и оригинальная пленка. Теперь непосредственно сам смартфон. Смартфон, конечно же, такого видно, что высокого класса. Это не модель не за 200 долларов, модель дорогостоящая. То есть, даже в Китае вот он стоит 329 долларов. Модель довольно-таки тоненькая. Обладает, по идее, несъемным корпусом. Не вижу я здесь никаких... Вот слот для сим-карты одной. Вот слот под симку вторую. Ну и давайте посмотрим, включим, что он из себя представляет. На многочисленных форумах читал о том, что здесь просто шикарный экран. Естественно, выполнен по технологии OGS. Когда берешь в руки, видно, что экран очень так выдвинут вверх. И вот вы видите, что экран... Ну, нет никаких воздушных прослоек. То есть, здесь дисплей плюс тач это одно целое. Так, ну и, конечно же, экран. Экран здесь Full HD. Сами видите, какого качества экран. Прошивка у нас здесь, скорее всего, 422 Android, который начали ставить на эти смартфоны. Я уже заходил в этот смартфон. Здесь нет русского языка. Его нужно прошивать. По яркости экрана, конечно же, все уже и так видно. Вот можно по картинкам посмотреть. Что экран очень такой сочный, яркий, живой. Шикарный простой экран. Наверное, таких экранов не видел. Или таких экранов очень мало. То есть, интересно было бы сравнить эту модель, например, с экраном iOcean X7. Или J-UG 5. То есть, ну, экран действительно шикарный. Обязательно прошьемся. Обязательно сделаем русский язык. Для человека, который заказывал, сделаю вам полноценный обзор. Прогоню его аккумулятор. Прогоню его все мельчайшие нюансы. Решим для себя, покупать или не покупать. Или, возможно, точнее, скорее всего, мы будем заказывать эту модель уже на 8-ядерном процессоре 6592. Эта модель вот-вот только начинает появляться там на рынках в Китае. Начинают появляться новости о том, что вот эта модель будет выпущена. Вот, скорее всего, начнем продажу массовой этой модели уже с 8-ядерного процессора. Второй телефон. Это ZTE V987. Также очень интересная модель, потому что в интернете, в обзорах многочисленные говорили, что экран данной модели один из лучших экранов HD. Это также очень интересная модель. В принципе, она и по деньгам очень интересная. Хороший аккумулятор на 2500 мАч. OGS технология тоже. Но что будет по факту, об этом уже будем мы разбираться. Итак, вот такая вот коробка. Давайте смотреть, что у нас в заводской комплектации. Значит, USB кабель, зарядка. Переходника в этой модели не было. Здесь есть гарнитура. Сам смартфон. И, в общем-то, в коробке больше ничего нет, кроме как инструкции. Давайте смотреть, что из себя представляет смартфон. Я скажу сразу, что по дизайну мне смартфон уже импонирует. Очень так все прикольно сделано. Смартфон по-хорошему такой тяжелый. Мне это уже нравится. Корпус белый, матовый. Передняя часть стекла у нас вот такая вот темная. Камера вот так вот выпирает. Скорее всего, где-то на миллиметр, даже на два от корпуса самого телефона. Это смотрится довольно-таки прикольно, как вот в хороших таких смартфонах с хорошими надежными камерами. С хорошей оптикой. Давайте включать, смотреть, что он из себя представляет. Скорее всего, прошивка тоже идет с английским языком, как это было в VitalX. И давайте смотреть. Так. Обращаю ваше внимание на то, что кто будет заказывать вот таким вот образом, способом через нас смартфоны, с условием того, что мы снимаем видеообзор. Мы обязательно будем в меру наших возможностей, в меру того, какие прошивки есть на форумах, мы будем их прошивать. То есть, естественно, для обзора, ну, как вы видите, английский и китайский, то, что я и говорил. Так, есть ли здесь Play Market? Это тоже довольно-таки интересно. Что-то не наблюдаю я его здесь. То есть, ну, посудите сами. Человек, который заказывает из телефона Китай, ему приходит вот такой вот Android с полноценным английским языком. Русского языка здесь нету вообще. Есть какой-то, какой-то вроде бы магазин, но это совершенно не Play Market. И толком даже на английском языке этим смартфоном вы пользоваться не сможете, так как нет даже Play Market. Поэтому я вижу уже сразу, что экран хороший, что экран такой с хорошими углами обзора. Более подробно мы с этим смартфоном столкнемся уже непосредственно в полноценном моем обзоре. Мне очень интересна эта модель. Вот вы видите, я поставил яркость на максимум. В общем, вот такой вот ZTE V987 с хорошим аккумулятором. Достойная модель. Будем разбираться, будем смотреть. Третья модель, третья распаковка. Модель называется ZTE V967 S. Поставляется она в такой же коробке, как и предыдущая модель ZTE. Давайте смотреть сразу, что у нас в комплекте, что поставляется с этим смартфоном. Здесь есть переходничок. Китайцы положили в прошлом, в предыдущем же ZTE. Переходничка не было. USB кабель. Зарядка вот такая вот. Интересная. Сам смартфон. И в коробке снова ничего нет. Никаких ни пленок, ни чехлов, ни бамперов. Здесь ничего нет. Итак, сам смартфон. Сразу же говорю, что он внешне полностью такой же, как V987 модель. Они полностью идентичны. Единственное, что видно, конечно же, видно даже вот по внешнему виду, что экран у этой модели значительно хуже. Тут такая матрица темненькая, приятная для глаз. Здесь экранчик светлый. Сзади модели также идентичны. Опять же, видите разницу в камере. Тут 8-мегапиксельная, здесь 5-мегапиксельная. По корпусу я, если честно, не вижу вот так вот с первого раза, чтобы тут были какие-то люфты. На перегиб, конечно, немножко подскрипывает. Модель стоит 136 долларов. Это очень классная цена для такого гаджета. Вот такой вот цвет интересный, матовый, переливающийся в какой-то то ли фиолетовый, то ли темно-синий, бордовый, не знаю. Давайте запускать модель, смотреть все подробно, как всегда, будет в полноценном обзоре. Опять же, на китайском сайте было указано, что модель идет с английским и китайским языком. Давайте смотреть. Во-первых, язык действительно английский и китайский. Во-вторых, сразу вижу, что экран тоже очень яркий, тоже очень такой насыщенный. Углы обзора тоже классные. То есть, за эти деньги такой экран, ну, ребята, я вам скажу, что это действительно круто. Опять же, есть ли здесь плей-маркет? Вот получил человек с почты, заказал на китайском сайте, и у него английский язык, и никакого плей-маркета здесь в помине нет. Опять же, минус китайцам, почему они высылают в страны Украины, России такие смартфоны с неоптимизированной. Потому что, может, это на Панде такие высылают, может, на Алиэкспрессе другого стандарта. Я честно вам скажу, я не особо мы заказывали, точнее, мы никогда не заказываем товар на Панде, на Алиэкспрессе. У нас свой поставщик, и нас все устраивает. В общем, смартфон тоже интересный, довольно-таки шустрый. И за эти деньги, тем более, я знаю, что тут хорошая камера, я вижу, что здесь уже хороший экран. Аккумулятор здесь на 2500 мАч, скорее всего. Да, так и есть. То есть, плюс ко всему, эта модель еще и будет и держать еще 2-3 дня. На этом все. Еще раз скажу, что люди, кто хочет заказывать себе какие-то интересные модели из Китая, но кто не имеет опыта, кто боится заказывать, кто не знает как, кто там у кого плохо с английским языком, кто это не умеет делать, вы можете обращаться к нам. Мы привезем все любые модели, которые доступны на китайских площадках. Различные какие-то уникальные модели от компании Oppo, какие-то самые последние новинки от Meizu, от Xiaomi и тому подобных брендов. Что мы хотим за это? Мы хотим получить этот смартфон первыми, подготовить его для обзора. Если нужно, мы его прошьем той прошивкой, которой мы найдем. Снимаем обзор, проверяем его полную работоспособность и, собственно, высылаем вам телефон обратно. Естественно, все на основании полной предоплаты денег вперед. На этом все. Спасибо за внимание. Ждем три полноценных обзора на три довольно-таки интересных модели. Ни одна модель пока меня не разочаровала. Idle X шикарен. ZTE V987 подтвердил мои ожидания. Экран шикарный. Ну и эта модель за 136 долларов тоже обладает классным экраном. Хорошим аккумулятором на 2500. В общем, будем разбираться. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, естественно. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.